Я хорошее, а мужчина злой и агрессивный. Почему так? Не борется с мужчиной, ничего плохого ему не говорит, но при этом мужчина агрессивен, мужчина злой и мужчина оскорбляет. Почему так происходит? В каком направлении нужно двигаться, чтобы эту ситуацию исправлять? Я и то для него делаю, я не спорю, я не воюю, я ни слова ему плохого не говорю, я стараюсь быть такой хороший. Да, вот пытаюсь, пытаюсь, пробую, но ничего не меняется, только, например, усугубляется. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И в этом видео мы будем разбирать более тонко тему мужской агрессии и именно ситуацию, когда девушка не спорит, не борется с мужчиной, и ничего плохого ему не говорит, но при этом мужчина агрессивен, мужчина злой и мужчина оскорбляет. Почему так происходит? В каком направлении нужно двигаться, чтобы эту ситуацию исправлять? Кстати, приглашаю тебя записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчины. Честная инструкция», где мы разбираем такие темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, «Как создавать по-настоящему счастливые отношения». Эти и другие темы мы разбираем подробно на бесплатном онлайн-курсе. Прямо сейчас кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Смотри это видео до конца. Давай разбираться. Вот что такое, когда мужчина злится, когда мужчина агрессивничает, когда мужчина оскорбляет, говорит плохие слова, унижает. Это очень плохо, это ужасно и так быть не должно, я полностью согласен. Но тем не менее, мне важно дать вам понимание, почему так происходит. Смотри, злость, критика его, унижение по отношению к женщине, это по сути форма претензии к женщине. Форма претензии, то есть его что-то не устраивает. И он может быть прав в том, что его не устраивает, и он может быть прав в этом. А может быть его претензии совершенно не обоснованы. Но сам факт, первое, что нужно понимать, что агрессия – это форма выражения претензий. Оскорбление, критика, война, спор – это форма выражения претензий. Это «мне что-то не нравится в твоем или в тебе, или в твоем поведении, и поэтому сейчас я оскорбляю, выражаю претензии». Многие женщины не понимают, которые оказываются в этой ситуации, часто задают вопрос такой, что «Ярослав, а как так? Что это такое? Я же хорошая, я и то для него делаю, я не спорю, я не воюю, я ни слова ему плохого не говорю, я стараюсь быть такой хорошей». Почему так? Ты охренел совсем? Мы сейчас что в первом вопросе разъяснили? Что критика – это форма претензий. А давай еще подумаем, какие еще есть формы претензий. Вот как ты думаешь, недовольное лицо женское – это форма претензий или не форма претензий? Или давай представим, может ли быть совершенно спокойная девушка, которая даже с позитивным лицом, иметь внутри претензии к своему мужу? Безусловно. Понимаешь, форма претензий может быть совершенно миловидная личика, совершенно миловидный с виду ангел. Но это не исключает того, что внутри нее есть такие же претензии по отношению к мужчине. И я еще не видел ни одного случая в рамках своих консультаций, в рамках тренингов, когда было такое, что у мужчины есть претензии к женщине, а у женщины реально тупо нет ни одной претензии. Или наоборот, у женщины есть претензии, а у мужчины нет. Зачастую это зеркало. Но девушке кажется, ну я же хорошая. Пойми, да, она может быть хорошей, но это не значит, что внутри нее есть претензии. И вместо того, чтобы прорабатывать свои претензии, убрать заряд. Почему? Потому что если у двоих людей претензия, происходит что? Война. Во где уже у меня эти твои свадьбы и дни рождения, ясно тебе? Я уезжаю. Стоять! Куда ты уезжаешь? Когда две претензии, да, они стыкаются, они борются, они воюют. И что делает большинство девушек в этом случае? Она думает, не, не, со мной же все хорошо, я буду работать с ним. Я буду пытаться как-то убрать его претензию. Я буду как-то пытаться что-то делать с его агрессией, с его оскорблениями, с его унижениями. Я не против, пускай делает. Вопрос в том, точно ли ведет это к результату или нет. Это точно ведет к какому-то исходу, к каким-то конкретным изменениям. Или это все равно ведет к вечным теркам. Я считаю, что задача такого человека – это проработать собственные претензии. Если мы увидим, разберем ее ситуацию, скорее всего, у нее претензии не только к мужу, с которым она живет агрессором. Скорее всего, у нее также есть претензии к своему отцу биологическому. При этом она может его любить даже, но иметь претензии, например, за то, что он маме изменял, за то, что он плохо относился. То есть она может испытывать тоже такие не очень хорошие чувства по отношению к образу биологического отца, даже если у него нет живых. И, скорее всего, это идет оттуда. И поэтому, если вы хотите реальных изменений, важно понимать всегда, что если ты работаешь, хочешь изменить свою жизнь через кого-то, все – это дно, это поражение. Это вообще не туда. Невозможно изменить свою жизнь через кого-то, через президента, через мужа, через начальника на работе. Собственно, жить может меняться только через себя. И это называется позиция личной ответственности, когда я понимаю, что все, что в моей жизни происходит, создаю я. И даже если кажется, что я такой хороший, но, блин, одни и те же ситуации повторяются каждый раз, может быть, это я создаю эти ситуации? И есть три прикольных вопроса. Первый вопрос – что в моей жизни меня не устраивает? Второй вопрос – что из этого повторяется в моей жизни регулярно? Не один раз было, а регулярно. И третий вопрос – с чем из этого я не могу справиться самостоятельно? Да, вот пытаюсь, пытаюсь, пробую, но ничего не меняется, только, например, усугубляется. И если эта ситуация относится к этим, эта ситуация с мужской агрессией соприкасается с этими тремя вопросами, возможно, есть смысл перестать пытаться работать над кем-то. Поймите, любовь к человеку или хорошее отношение к человеку – это не про изображение из себя кого-то, изображение из себя хорошей девочки. Классная самооценка, адекватная самооценка – это не про изображение из себя, что я такой классный и весь уверенный. Уверенность в себе – это не про изображение такого непоколебимого, я не знаю кого. Правда же внутри. И вот то, что в содержании, то и есть правда. Более подробно мы это разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно.